Представьте себе треугольник, ну, для красоты пусть будет астреугольник, я хотел бы сделать все равно, на двух сторонах которого, во внешнюю область отложены одинаковые углы. То есть вот этот вот угол равен этому, дальше сделано так. Здесь вот опущен перпендикуляр, и здесь тоже опущен перпендикуляр. То есть получились два подобных треугольника, так, давайте обведем его значение. Точку М надо взять, середину ВС, и соединить с Y и Z. Угол Y, M, Z в два раза больше, чем угол Y, C, A. Итак, нужно доказать, что и при этом угол Y, M, Z равен два угла А, C, Y. Правильно? Да. Отмечим середину двух других строк. Возникло два треугольника. Какие отрезки равны? Потому что медиана треугольника равна половине гипотенузы. И еще вот это. Из-за средней леднии треугольника. Оно магично. Теперь давайте посмотрим на этот угол. Понятно, что вот эти два угла равны. Ну, потому что там параллелограмм. Потому что параллелограмм там, все параллельно, эти два угла равны. Вот этот угол в два раза больше, чем отмеченный одной игрушкой. Ну, напиши, что это Фи, и там два Фи. Вот. Ну, здесь тоже Фи-Фи. Значит, здесь два Фи. Есть признак равенства треугольника. Признак конгруентности по двум сторонам и углу между ними. По двум сторонам и углу между ними. Ну, да. Значит, доказал, что YM равняется ZM. Теперь, как доказать про угол? Угол и сумма вот этих двух углов. И угла параллелограмма, да. И угла параллелограмма. Сумма этих двух углов, на самом деле, то же самое, что сумма вот этих двух углов. Да. То есть, можно писать такую формулу. 180. Пусть угол параллелограммы, это не только альфа. 180 минус альфа минус 2 Фи. Это сумма вот этих двух углов. Да. Плюс альфа. Это и будет наш угол. Равно. 180. 2 на 90. Минус Фи. Минус Фи. А 90 минус Фи, это и есть угол АЦ и У. Да. Да, спасибо. А вот теперь самое интересное. Заново сделаем на правой доске такой же чертеж. У меня угол Фи был маленький, а у тебя он большой. Ну, вот это. Хорошо, хорошо. Ты напиши там Фи, чтобы народ не перепутал. Да, вот это Фи. Поставь точку М, точки Y и Z, пожалуйста, все-таки поставь. И здесь Z. Отлично. Ребята, а вот теперь очень важная история. Надо не при помощи поиска конкурентных треугольников, а при помощи каких-то преобразований плоскости. С центра точки С такой поворот. Потом с центра точки Б такой поворот. Ну, и при этом надо иногда растягивать, а иногда сжимать. В одинаковое количество раз. Отлично. А вот теперь пиши точную формулу. гомотетия с центром в точке Z. Гомотетия? Как будет первая буква слова гомотетия? Кто знает? Индекс коэффициента подобия. Только верхний. И угол тоже. Какой индекс центра? Прости, как вам сказать? Нижний индекс – это центр. И там, где обычно пишется квадрат, коэффициент подобия. Ну, там нужен угол и коэффициент. Там 90 минус φ. Так, почему 1 делить на синус φ? А, отсюда сюда надо растягивать. Действительно, в единицу делить на синус φ раз. Замечательно. А следующее преобразование будет какое? С центром В. Отлично. Теперь синус φ раз, да. И угол какой? В общем, минус 90 минус φ. Почему? Потому что почувствуй. А, ну так и пиши. Минус 90 плюс φ, да. Минус, да, 90, да. Отлично. А вот теперь вопрос. Когда есть две гомотетии, то что является результатом их выполнения? Гомотетия с... Ну, какая-то другая. Во-первых, не всегда. Бывает, что параллельный перенос. Бывает, что поворот. Бывает, что гомотетия. Вот в данном случае что будет? Поворот, потому что произведение синуса φ на 1 делить на синус φ – это единица. Да. И потому что вот тот угол ненулевой. То есть этот угол – это будет минус удвоенное 90 минус φ. Так и пиши. Равно поворот на угол минус, в скобочках, 180 минус 2 φ. Минус – это имеется в виду, что поворачиваем по часовой стрелке, да? И с центром в точке M. Почему не с центром в какой-нибудь другой точке? Ну, посмотрим, куда она перейдет после того, как мы сделаем все эти операции. После первой гомотетии она перейдет в какую-то вот такую точку. Да. Фи там отметь. Где фи? Да. Вот здесь. Именно здесь. Здесь 90 минус φ. И здесь. Ну, хорошо. Фи там, да. Да. Но угол поворота… Угол поворота все равно отметь стрелочкой. Да. Что произойдет после второй? После второй вот здесь есть такой же треугольник. Да. И это поворот, да, по часовой стрелке. И точка M вернется на место. Там поставь точку N. При гомотетии с центром C точка M перейдет в N, а при гомотетии с центром B точка N вернется в точку M. Значит, M – неподвижная точка. Ну, а значит, это и есть центр поворота. Да. И угол поворота мы знаем. Значит, все получилось. Ребята, смотрите. Большое количество геометрических задач являются следствиями вот такой штуки, как композиции. Вот такой типичный пример задачи на композицию.